Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, художники, мастерицы, мастера. Я вас приветствую на нашей рукодельной международной онлайн-конференции «Рукодельная мозаика». И мастер, которого я сегодня хочу вам представить, она художник по призванию, это Екатерина Стяжкина. Она закончила художественную школу успешно, затем она закончила вуз экономистом, но продолжала рисовать и постоянно развивается и совершенствуется в рисовании. По профессии Екатерина графический дизайнер рекламной конструкции, ну а в остальное время художник-анималист. И вот с 2012 года она использует сухую пастель, акварель использует в своих работах, участвует в выставках и проводит, конечно же, индивидуальные мастер-классы и онлайн-обучение. Ну что ж, я передаю слово Екатерине. Екатерина, вы в эфире. Здравствуйте. Меня слышно? Да. Здравствуйте. Сегодня я хотела с вами поговорить о пастели. Если кто-то не знает, это цветные мелки. Но она сделана из того же, что и акварели, масляные краски, только пигменты те же самые, а связующие вещества другие. И пастель на самом деле, вот акварель, говорят, она такая непослушная, она вот хочет, течет туда-сюда, да, то есть по листу ее бывает сложно поймать. С пастелью, вот когда вам хочется рисовать цветное, но при этом вы больше график в душе, то пастель это как раз выход. Она позволяет контролировать буквально все. Если что-то не получилось, вы просто стираете из этого места и наносите туда другой цвет. В любой момент совершенно можно оставить работу, и она не пересохнет. Пастель, она может ждать вас годами, пока ваша мысль дозреет и сформулируется уже в какую-то внятную картинку. Рисовать мы с вами сегодня, я вам предлагаю, на наждачной бумаге. Почему? Можно нарисовать у кого есть специализированные художественные абразивные бумаги. Но в основном в магазинах вот есть наждачка, она дешевая, и это доступнее каждому. То есть любой, кому трудно заказать из интернет-магазина, потому что по одному листочку, например, закажешь, да, из-за стоимости доставки. Вот, то просто можно взять наждачку. Эффект будет примерно такой же. Вот, значит, смотрите, я использую для работы и рекомендую не менее 800 наждачечку использовать. В крайнем случае это 600. Это зернистость, то есть то, насколько она вот шершавая. И если у вас рука прямо застревает, так вот прям вот больно, да, это вам не подходит. Вот как в магазине определить? Вот, если прям гладенько так идет, ну, как бы вот по коже, да, вот кожезаменителем может быть на ощупь. Вот, тогда подходит, значит, она вам. Я предварительно консла. Если кто не смотрел мое видео, как легко это сделать по ссылочке на странице консляции, я сейчас покажу, как это нужно сделать, чтобы себя облегчить. У меня вот распечатка была. Я взяла белый мелок, здесь серый, любой, в принципе, вот любую, вот хоть зеленый, да, вот. Вы берете, вот так вот наносите слой. Мы сделаем сами себе пастельную копирку. Можно сидеть рисовать, никто не запрещает, да, ну, вот из экономии времени мы с вами сделали вот так. Вот, вы накладываете, смотрите, куда выше, ниже, да. Я вот здесь кусочек вырезала специально, чтобы мне видно было, где у меня донышко. Вот, разместила, вот пониже, чтобы у меня розочка не была слишком высоко или прям по центру, это некрасиво. Вот, я ее немножко сместила. Можно повернуть как-то композицию. В общем, размещайте на свое усмотрение. Вот, после этого вы просто берете и переводите, как обычно, через копирку делаете. Вот, у вас остается пастельный контур. Вот, он, в общем-то, не стирается. Так, так уж сильно держится. Розы вообще сложный цветок. Но почему-то вот захотелось. Я когда увидела эту фотографию, думаю, она должна обязательно быть нарисована. Если честно, я вам открою сейчас маленький секретик. Я, конечно же, попробовалась, попробовала. Немножко перестаралась, наверное. Я решила вот эту розу просто сделать, ну, так, как бы я вот видела розарий, да. Бутончики расположила, добавила что-то, поменяла оттенки у цветов. То есть, добавила каких-то своих там. И вот дальний план изобразила. Ну, это так, в качестве того, чтобы понять... Вернее, для того, чтобы понять, как вам подать материал проще. Поскольку все-таки роза это такой очень-очень... С множеством лепестков цветок. И вот за ними всеми уследить труд. Вот поэтому мы с вами контуры и перевели. Вот, я смотрю уже, что много успевает. Наша веселая лиша. Давайте начнем с какого-то среднего цвета. Вот то, что я брала, я давала выкраску. Какие пастельки мы используем. Это у нас вот идет розовый светлый. Потом такой немножко серпатор. Мелки, когда лежат друг с другом, они пачкаются. Я использую тряпочку, чтобы их вытирать во время работы. Вот этот вот оранжевый такой. Но он немножко припыленный оранжевый. Вот видите, приходится протирать. Они друг за другом ораются очень друг от друга. Это вот чей-то такой прям светлый. Вот это белый я взяла о шминке. Он очень мягкий, но у кого какой есть. Для тех, что вот еще есть более твердый, я взяла вот вам покажу такую одну хитрушку. Для тех, у кого есть пастельные карандаши, труда не составляет взять и карандашом рисовать. Но имеется в виду пастельным, не простым. Не у всех это есть, честно скажу. Достать бывает сложно. Я делаю так. Вот видите, просто заточила лопаточкой. Вот так вот видно. Это мелок самый простой. Даже, по-моему, петербургская. Ее не жалко. Ножиком прям берете. Вот макетным ножом. Сейчас покажу. То есть вот прям вот так вот точите. И у вас получается подобие карандашика. Можно спокойно работать. В процессе работы я по-моему, сошминкой, если кто-то не знает, поскольку у нее у всех есть. Это у нас оранжевый. Но оранжевый пациентный. И есть оранжевый. Вот. Если вот так составить, будет заметно. Разница. И я буду использовать. Вот возьмите все самые насыщенные цвета. Вот особенно красный, бордовый. Вот этот. Который у вас имеется. Потому что нам в тенях у розы, где у нее нижние лепетки, там такая самая глубокая тень. И нам понадобится очень густо там положить. Темненько. И если у вас не хватит насыщенности вашего мелка, темноты, то будет как-то плосковато выглядеть. Вот такой еще есть. Это какой-то красно-коричневый. Но он больше в красный идет. Для сравнения. Еще темно-коричневый, красный. Вот видите, он почти черный. Можно, кстати, вот на этих местах пробовать мелки. Это у меня малярный скотч. Обычный такой. Влажными салфетками я не пользуюсь. Если кому-то надо, ну, часто рекомендую другие мастера. Ну, я, если ими не пользоваться, очень в поры забивается влага и потом мелко мешает это работать во время. Вот особенно растушевку, когда делаешь, вдруг появляется пятна. Поэтому я рекомендую эту вот сухую тряпочку, либо бумажную салфетку. Вот. Ну, тряпочка, конечно, удобнее. Так, ну, и зеленый, вот вы видите, да, что осталось. То есть это зеленый, теплый. Зеленый, это холодный зеленый. Такой вот холодный. И теплый. Ну, и один еще такой вот. Это болотный гребень. Ну, в природе он часто встречается, поэтому нам как раз пригодится. Ну, и черный. Ну, вроде бы все. Звук пропадает. Очень жаль. Наверное, это интернет шалит. Так, давайте начнем. Розочка, если на нее посмотреть внимательно, то можно заметить, что у нее вот на этой части, вот я попробую вот вам вот так показать, чтобы вам было видно. Вот на этой части у нее светлое, такой венчик такой светленький, да? Потом темное, еще немножко светлое. То есть если представить, что это два кольца вот такое, вот как олимпийские они пересекаются. Вот спасибо, референс дали. И внизу более темное кольцо пересекается. Видно? Да, все хорошо. Значит, мы с вами... ...мест более светлые, но не самый белый. Самый белый будет только в конце. Самый белый не используем, потому что он нам задаст очень яркий тон с самого начала. Давайте вот я на этой покажу, да? Наша задача задать вот тут в середине, например, это вот как раз цветом губной помады, да? Который, ну, пример, такой вот розовато-красноватый, что ли, коралловый может быть, да? Вот такой оттенок. Вот. И чуть более светлым розовым, но не тем, который у вас там уже будет в финале, а чуть потемнее вот. Он должен быть светлее серединки, но темнее того, что будет в конце. Вот. Вот так нарисуем одно колечко. Здесь у нас будет вот так вот второе. Темное. И немножечко растушуем. Растушуем также по кругу. Сейчас я пока нанесу, пока камера меняется. И растушевывать не буду. Мы с вами вместе растушуем. Помните о том, что если вы нанесете туда самый темный в серединку, то у вас, ну, как самый темный, не бордовый, да? А вот из розовых самый темный, то вы лишаете себя возможности потом добавить туда тень. А там вот в самой серединке, там прям очень темно на самом деле. Вот. Поэтому туда наносим средний тон. И по краям я нанесу розовый, тоже не самый яркий, но светленький. Сейчас я вам все покажу. Буквально еще минуточка. Вот здесь я наношу темно-розовый. Темно-розовый. А здесь вот этот вот светлый розовый, который у нас есть по краям. Как бы прям укладывайте вот их по лепесткам. Но мелок во время работы нужно поворачивать. И не стоит рисовать вот сверху пацили там. Им надо поворачивать ровно так, как у вас идет лепесток. Вот. Вот ваша рука должна быть подвижной. И старайтесь повторить закрашенные места, которые у вас имеются по референсе. на фотографии. Берем потемнее еще. Стараемся просто немножко разложить оттенки, так как это делается на фотографии. Всем, что имеется у вас на столе. Вот какая у вас пастель есть. Вы примерно себе выбрали. И пока просто пытайтесь разложить. Пока ничего не растушевывайте. Но помните о том, что у вас здесь светлый будет круг. Тут у вас будет темное. И дальше вот так вот тоже темное. Если думаете, что может быть там подзабудете, вот возьмите себе самый темный пардон. Ложите вот прям вот сюда. Вот темнее этого здесь не будет. Так вы будете четко видеть, откуда, докуда вам двигаться. То есть вот это у нас будет самый светлый. И вот это самый темный. Чтобы не запутаться в процессе. А то иногда кажется, что вот надо положить самый темный, а он оказывается в итоге, что есть еще что-то темнее. И вот тогда начинается метание. Что же делать и как быть. А добавлять черный в розовый, это как-то не очень красиво будет. Она покроется грязью. Можно рисовать только розовыми. Можно включать туда оранжевые. Это дело уже вашего набора, что у вас имеется. Так. Вот этим вот, который у меня был такой припыленный красно-коричневый, я в конце буду уже раскладывать. Вот я положу сюда его. Тоже самая серединка. Ой. Немножко не подавила. Сейчас подку. Вне цвета будут более насыщенные. Вот где свет падает, отражается, там бледные цвета. Где свет солнечный падает и проходит сквозь. Вот там цвета будут прям насыщенные. То есть возьмите самый такой красный, самый темно-оранжевый. Вот здесь прям будет очень так насыщенно. Поначалу будет казаться, что прям у вас вот слишком так сочно. Но на самом деле, когда мы с вами закрасим весь лист, не так делаем, как казалось поначалу. Просто у вас еще лист исполнен. И здесь пока еще ничего не смешано. Поэтому... Вот можно делать вот такие отрывистые движения. Вот так вот на одном месте побыли, раз и оторвали. И у вас получается такая фактура уже сразу, как будто там вот эти прожилочки. И можно немножко пальчиком пригладить. Вот по направлению прожилков. Ну, красный можно... Ну, тут нужно посмотреть, в какую способность уходит в красный. Либо в теплую. Самый, конечно, кардинальный способ – это подчеркнуть черный. То есть, например, вот я сейчас покажу. А покажу... Давайте... Сейчас я рядышком положу светлый. Вот тут лепесточек, да, чтобы видно было, где он кончается. Так вот. Вот его обозначу. И вот эта как раз впадинка, она очень темная. И мне вот тоже поначалу не хватало, когда я вот и тренировалась, мне не хватало прямо вот черного, темно-темного такого, да. Время приходится сдувать. Вот. Для этого нужно просто взять черненький. Туда аккуратненько положить, но немного. И подкрасить. Но при этом сделать так, чтобы у вас не было просто линии. У вас эта линия должна вот уходить плавно в ваш... Ну, от чего она? От какой она плоскости? Вот. То есть, вы можете растушевать плавненько. Основной цвет. Например, вот этот же бордовый сверху, да. Если мне вот его темноты не хватает, то я могу его еще раз добавить. Мне вот хочется сюда положить какого-то красного. Наверное, вот этого красно-коричневого как раз. Я вот так вот. Вот видите, оставляю так. Можно поближе камеру. Получится? Нет. Сейчас я попробую приблизить максимально, вот чтобы видно было. Сейчас фокус наведу. Вот, давайте так. Так все видно. Вот. Вот. Состоронний пигмент. Вот черный, либо там белый. Как намазать то место, куда вы хотите применить этот мелок. Смотрите его, пожалуйста, чтобы он у вас не испачкал. Так можно случайно себе занести какие-то там лишние пигменты в места, где их не должно быть. Особенно обидно, когда вы что-то очень такое яркое делаете. И вдруг, например, на голубом небе зеленое пятно или какое-то коричневое. Просто потому, что после рисования воды вы где-то зацепили бережок. Да, и вот и осталось с пигментом. Заполняйте это темное место. Темное очень плавно переходит в светлое. Но это не значит, что нужно брать, взять, например, самые светлые и вот между ними перестраивать переходы. Да, вот у всех там много пастель, я возьму там 2-3. Так не стоит делать. Нужно между ними обязательно найти какие-то вот переходы. Так. Или вот так. То есть градации. Позвольте сделать красивые переходы. Вот. Было вот так. Вот так будет грязь посередине. Даже если у вас мелкие не запачканы чем-то другим, у вас все равно получится. Поэтому так я не буду делать. Лучше находить им промежуток. Вообще в пастельной технике можно рисовать, можно растушевывать, можно мазками вот такими вот прижать и отпустили, прижали и отпустили. Соблюдать прям вот все-все-все загибы этого цветочка я думаю, что не стоит. Часто мыть руки. Ну, не мыть, но вытирать точно. Очень тщательно вытирать. Вот для этого сухая тряпочка всегда есть. Потому что вы не только мелок выточкаете. Вот вы растушевали что-то, а потом раз, и вам вдруг мысль пришла, что нужно растушевать еще. И вы хоп туда, а там пятно. И бывает очень сложно от этого пятна избавиться. Особенно, если вы просто все прям вот все растушевываете. Еще можно там кисточкой убрать лишнее. Вот, кстати, давайте я вам покажу, как это кисточкой. Ну, во-первых, кисточкой можно делать вот так. Она распределяет пигмент. То есть, если вы нанесли, у вас остались штрихи, вы можете вот так вот кисточкой сделать. Она вам пигмент поднимет. Вы сдуваете. А если его надо распределить пальчиком так его раз, раз, и он более гладко втирается. То есть, он разносится по всей поверхности. Покрытие получается ровнее. Это важно, когда у вас большой лист, и вам нужно закрыть прям гладко фон, например. Получается, штрихи остаются. И вот вы берете кисточку, как бы поднимаете это все и заново рукой прям разносите. Вот. И есть еще один тип рисования пастелью. Это когда просто мазки накладываете друг на друга и отвечивает только в тех местах, где у вас много пастели. Да, я использую синтетику, потому что натуральный волос стирается быстро, а щетина слишком грубая. Синтетика она такая мягонькая, как вот, не знаю, как колонок, да, вот она похожа. Но ее не жалко. Это самая вот простяцкая кисточка поближе за 20. Вот. А в наждачку стирается все. И пальцы, и пастель, и карандаши. И вот это секрет, как раз вот в этом секрет, почему на наждачке так все здорово рисуется. Легко прям. Вот я вот сейчас нанесу немножко освещения сюда. Видите, я просто поставила такими движениями, да, вот у нас второй. Можно так сделать тоже. Перекрыть. Если мы хотим сделать здесь такую фактуру шероховатую, мы не будем растушевывать. Хотим сделать гладкую, вот так же движениями, вот так, да, растушевая. И вот этим следом, видите, можно себе напачкать. Если с красного делать в белый, тоже можно напачкать, поэтому вытирайте. Единственное, что не стоит вытирать, это, например, на ладони. Я часто вижу, как люди потом такие, как спецназ, разрисованные. Зато видно, получил удовольствие. Очень увлечённо что-то делал. Ещё говорят, некоторые высовывают язык и прикусывают его таки. Ах, как здорово рисовать. вот. Ищу какой-то тёмный. Наверное, я вот самый тёмный сюда же подложу. Сейчас я объясню, для чего, почему так. Вот на референсе тёмный там. Ну, я немножко растушую таким образом, чтобы у нас получилось что-то среднее между тем красным, который у нас тут есть, и бордовым, который здесь. Тут я немножечко смягчу переход. А, да, вот-вот. Про чёрный я не сказала. Сейчас исправлюсь. Чтобы темнить красный, который уходит в холодное, нужно использовать можно синий оттенок. То есть очень тёмный синий. И просто накладывайте его сверху. Сверх него опять ваш тот цвет, который был снизу. То есть вот красный у вас там был, допустим, да, и затемнили вы этот красный синий. Прям вот возьмите самый тёпкий. Потом снова красный но уже изнашил синий. Нажимаете. Красный который сверху уже идёт, вы так легонечко его проводите. я сейчас возьму вот так, чтобы видно было. Я буквально прижимаю какой-то миллиметр провожу и убираю. Получается линия. Чтобы не рисовать, она более живая, я её провожу вот такими отрезочками. Если у вас пастель палочками такими длинными производители же тоже довольно-таки крупные делают. Многим жалко вы не бойтесь. В таком пастель нераспакованный материал вам она будет пользоваться кисточкой которой упаковки. Она красивая очень неудобно рисовать этим хвостиком. Неудобно. А какие-то большие пространства совершенно неудобно. Например, я вот сейчас вот я чёрный отломила кусочек. Вот вяжу боком вот так и вяжу. и получается у нас такой контрастный фон. Вот как бы вы это рисовали палочкой вот так. Замучились бы не верно и не очень потому что ну это издевает над собой. Вот допустим я тёплый зелёный и так вот в разные направления меняю чтобы вот не было одинаковых мазков просто укладываю хаотично чтобы у нас не был чёрный глухо-чёрным. Нужно его как-то взять вот изумляет. И тут кое-где вот не подряд прям подряд а именно кое-где. Главное не забывать менять направление. Вот хвостом мелко вы никогда так не сделаете для этого. уточняю край раз уж я тут оказалась. Вот фон будем растушевывать он останется можно вот даже чёрного кое-где ещё подложить немножко так вот чтобы не было старайтесь избегать каких-то линий чтобы не читалось никаких фигур сзади. Желательно это делать так чтобы было ощущение что сзади какая-то листва то есть там у нас тоже розы пусть они там хаотично как бы так мы намекаем на них давайте сдувать вообще про то каково рисовать и какие есть особенности рисования именно на наждачке пастелью я подробно рассказываю в своем мастер-классе кошки на любой там я показываю как рисовать шерсть как рисовать мелкие детали там мы работаем на 600 наждачке она коричневого цвета вот я сейчас покажу примерно вот так вот такой терракотовый вот почему потому что такой сюжет быть тепленьким и как раз я рассказываю показываю как работать с пастельными карандашами чтобы добиться максимального эффекта шерсти и при том показать что это кошки такие уличные которые не домашние холеные а вот такие сам себе кот сам господин вот очень подробно все разбирается именно касаемо абразива многие кто начинает вообще интересоваться пастелью вот купили красивую коробочку она очень красиво сейчас покажу это конфеты вот видите да ну чем не конфетки реально прям вот разные марки но все они укладываются в коробке очень красиво прям рука цена так здесь тушуем по направлению роста вот этих вот лепестков да у них как прожилки идут то есть пучком сюда не так не как-то еще да аккуратненько движением вытираем пальчик раз вытерли раз вытерли вот пастельки красивые в коробке их берут и потом хранят вопрос зачем рисуйте ими ну как ну я же не умею там вдруг не получится а давайте пробовать для тех кто купил и не знает что делать я приготовила такой большой мастер-класс на час сорок примерно идет я думаю у тех кто заниматься по нему тоже немного но эффектный а те же про рембранд я потом скажу тут у меня много рембрандта вот так вот для тех кто в своих силах поскольку рисовать тоже знаете это надо как бы либо долго заниматься да либо просто взяться и ну то есть если вы нигде не учились не в художке да ну вот вот стукнула вот хочу рисовать все так бывает я сама 10 лет вообще не рис я занимаюсь исключительно дизайном компьютерным и ничем больше то есть я ни карна больше ничем потом меня стукнуло хочу рисовать взяла масляной краски купила сижу думать красота должна получаться может даже кто-то выложит быстренько фотографию в чат что у кого получается давайте кстати да у кого недалеко фотоаппарат или камера в телефоне выложите в чат что у вас мне же интересно посмотрите сейчас я растушевываю немножечко буквально чуть-чуть пока у нас вот здесь вот светлое все могу просто вот прям вот тушевать без их опасений что у меня что-то смешается а потом расставить лепестное место где у нас что-то пропало чуть-чуть да восстанавливаем чтоб не терялось вот здесь вот светленький ну так вот для тех кто очень захотел вот не рисовал не рисовал потом захотел может быть вспомнить которые были получены где-то на художке на самом деле страшно что мне тоже бывает я возьмусь и не получится это это такой не секрет вот и для таких как раз людей которые сомневаются но они получили гарантированно красивый результат и могли продолжить с воодушевлением дальше я сделала вот этот мини-урок закат на озере как раз лето вот у нас скоро будет да и там там летний сюжетик он вроде сложный но впечатление производит поэтому я обращаю ваше внимание что вот пожалуйста когда вам будет предложить ваше внимание ваше внимание ваше внимание ваше внимание не отказывайтесь потому что на самом деле это стоит того для выдвинутых уже я делаю другие уроки в которых я больше показываю уже практических советов именно рассказываю как что делается какие-то есть фокусы у нас и трюки это в любой технике такое присутствует пастели тоже свое обучение я не получаю постоянно у меня какие-то подпитки знаний происходят поэтому мы не стоим на месте мы двигаемся вот сейчас я проработаю боковую часть это у нас будет темная но она должна быть не темная вот в эти места вообще вот здесь не подмешивайте ничего черного или синего почему потому что здесь розочка светит сквозь лепесточки вот тут она реально тень создает прям такую густую а вот здесь она не может создать густую тень потому что лепестки полупрозрачные и они частично пропускают цвет поэтому мы видим вот такой красивый такой розовый красный цвет поэтому здесь все тени мы будем красный и вот этот светло-розовый вот я сюда его положу чтобы вам видно было так вот кого кто-то вот этот вот этого не видно было можно можно еще вот этот же добавить наша постепенно набрать этот цветочек так чтобы у нас сохранилось вот это темное колечко густая густая тень у нас здесь и здесь поэтому я вот возьму красный и заложу вот в эту пазуху это как раз пазуха между двумя листочками лепесточками там чем глубже вот эта впадинка тем гуще будет цвет внутри цвет вернее извините чем мельче то есть чем вот прям маленькая трещинка допустим да где-то в лепесточке то там будет прям нужно брать более сметлый мелок если у вас прям глубоко туда уходит а это же у нас всю розочку значит нужно взять вот сейчас я вижу что мне не хватает зелья значит вот еще потемнее возьму вот этот красно-коричневый да и прям вот самую самую глубину я им добавлю как тушать вот в таких узких местах видите у нас тут и светлый рядом и теплый и надо прямо ровно провести вы свой палец чистите ставите его на исходную и потом одним движением с прижатием вот так все это делается с одного раза вот видите у меня даже цветной палец стал теперь двухцветный вытираем никаких пофигных движений здесь нельзя делать иначе мы просто все значит я вижу что у меня тут пошел светлый лепесточек я его немножко но он опять же не самый светлый совершенно не обязательно пересчитывать их все следовать рисунку но если у вас рисунок от руки прям был сделан то просто основные возьмите а просто так штрихами внутри доделайте теперь теперь насчет рембрандтов на самом деле есть несколько иностранных марок да и где-то две по-моему российские это подольская санкт-петербург а еще санет но санет тоже может считать что питерская из всех из этих мне пожалуй нравится только подольская но питерская я тоже пользуюсь санета у меня скажу честно нет о нем я слышала только много я не все и я не тут я ничего сказать могу из своего личного опыта я просто не имею подольская она на обычной пастельной бумаге такой как метант то есть такая бумажная бумага не абразив вот она пишет довольно жестко как-то даже знаете как будто кусок мыла она какая-то прям мылится а вот на абразивах даже петербургская она на обычной бумаге она не срабатывает становиться глянцев на абразивах просто замечательно пишет и такая такие тонкие оттенки переходы вот а вот проблема так не вот в этой вот петербургской я не вижу там темных оттенков к сожалению вот у них бедны сюда бы я добавила между лепестков немножко оранжевого это вот такой у нас и тут чем ближе к верху цветка тем светлее чтобы розочка у нас выглядела одноцвет разбавлять цвета близкими оттенками то есть нельзя все делать например там взять один красный один розовый не было подходящего материала сделали из того что есть старайтесь хотя бы использовать близкие какие-то розовые туда же да то есть ну передавание сделать постепенно вот эти лепесточки набирайте к основанию вот эти лепесточки да вот где вот они друг с другом стык раньше вот этот же разбили он просто положу он потемнее чем тот который вот сверху поэтому этого достаточно будет чтобы пока что границы немножко размываются вот здесь вот ничего страшного меня все видно у вас я думаю тоже все видно хоть кто-нибудь дайте хотя посмотрю а то такой рис кто еще рисует давайте покажите набор 60 половинок рембрандта это голландская пастель она универсальная на мой взгляд она хорошо пишет и по абразивам и хорошо пишет допустим я ее рисую на бархатной бумаге вообще такой универсал ко мне можно обращаться по вопросу любой о любой бумаге даже потому что знаете мне не понравилась пастелька или там бумажка а с какой именно парой ее пробовали очень важно подобрать пару допустим вот пара абразивы есть ведь иностранные абразивные бумаги они специальные художественные то есть там не надо скромно говорить что да ладно она строительного магазина нет там прям музейного качества есть бумаги дорогие достаточно по 200 рублей за лист вот наждачка она 25 рублей за лист есть и по 200 вот и хорошо вот на абразиве пойдут вот такие жесткие ну рембрандт тоже хорошо идет вот это рембранд у рембрандта как отличить вот сейчас вот так вот видно у него на попке такая это кругляшок такой пастель пользуюсь мне очень нравится причем та которая экстра файн по бархатной нашей палаце не пробовали так бархатная бумага у меня ханемюле немецкая и есть обычная бумага бархатная детская из наборов знаете такой набор для творчества так вот в общем это вот ой камера пропала вот в общем рембрандт легко бархатная вот так бархатной бумаги хорошо полумягкие пастели и мягкие которые у вас с трудом идут по обычной бумаге на бархате они даже не пробуют нежные куда надо ну вот шминки например оно прям очень мягкое да но оно забивает моментально бумагу то есть если вот им если какие-то большие площади финишно как-то проходится туда ага картинка да кто-то прислал ах а вот сейчас помехи со звуком извиняюсь это наверное интернет о тесса рисует у нас как красиво молодец ой здорово серединку немножко работаем еще нужно шивать чтобы она была плавно переходила в лепесточки она же вот розочка она как капуста постоянно какие-то расслои там такого четкого донышка нет вот ну ничего это вот очень легко справляется здорово спасибо вам так на палаццо еще что имеется ввиду палатца у бархатной палатцы по-моему ведь нет у них у этой марки бархатной бумаги поэтому я думаю что я ответила если не ответила задайте его как-то иначе чтобы я поняла что именно нужна какая вам информация нужна карандаши пастельные по бархатному тоже не очень хорошо пипят я вот тут сейчас я вам покажу карандаш у кого есть карандашики пожалуйста рисовать пастельными карандашами какие-то мелкие детали я в основном иду навстречу поэтому я показываю так чтобы справились все то есть у кого чтобы все нашлось каких-то экзот нету но ничего страшного покажем как мелком делать здесь в центре очень много лепестков ну ладно сейчас сделаем все как открыть это все большие дыры ага поняла про набросок ага конечно очень красиво у вас вы молодец успеваете сейчас мы вот эту розочку разберем чтобы нам успеть прорабатываю краешек видите какие движения да вот такие вот то есть я не линии вот я не буду делать линию сплошную почему оторвать вот так да вот так можно еще но это знаете такие линии поэтому если вы прям пользуйтесь делайте если нет то тогда делайте вот такими движениями боковыми размерами размерами мелко это вот такой вот пальцы вот этот уже помним что у нас идет тем пора вот здесь уже сейчас значит я вот так из серединки пойду вот у нас серединка темненькая я прокладываю потом вот так одним движением вытерла потом опять одним движением вот так вот прям вот как они закручены вот так и делай вообще рисовать цветы я думала что я никогда не возьмусь так получилось что летом я вдруг была втянута в ботанический батл это такой большой конкурс и обмануть бы точно подолож ой со звуком я не знаю что-то извиняюсь но наверное это связь вот насчет батл я понятия не имела и просто взяла и нарисовала цветочек я выбрала такой цветочек который растет далеко в горах и который не на виду и не на слуху да ну такой образ вот и вдруг раз и я попадаю в этот конкурс удивлена ну как вроде цветов не придется не придется ну ладно которые приводили меня в следующий раз опять в следующий раз мне приходить и забывать с маршрута из конкурса из этого я вообще была удивлена как же так я вроде как акварелью это особо не очень да еще и цветочки для меня тем я люблю лошадь рисовать тут цветы вот а потом в процессе мне настолько понравилось что уже стало желание такое именно вот цветы я стала на них смотреть по-другому то есть просто вообще вот иду и где-то если вижу цветочек я его рассматриваю как ботаник просто долго и внимательно и как его можно нарисовать и как цветами и какой он форм и там да то есть раньше вообще цветок цветок вот и вот теперь у меня вот грядет мне сказали давай будут цветы ну подождут и мы рисуем цветы вот и мне так я втянулась что-то в это дело даже очень интересно самой вот здесь вот я сейчас отделю лепесток вот такой сочинный вы успеваете поставьте плюсики если вы успеваете кто не успевает пожалуйста тоже не молчите поставьте минусы пожалуйста не успеваете если что-то объяснить спрашивайте у нас уже опуск получается спасибо большое капусту с розой наверное не чужие друг другу на клумбах часто можно увидеть как одна заменяет другую на больших клумбах зажают такую красивую капусту очень похожи на розы вот видите здесь вот где мы с вами решаем вот оранжевый и может быть даже где-то в самых глубоких местах я положу вот этот рыжий коричневый такой чтобы будет у нас очень глубоко а вот здесь оранжевый потому что близко к поверхности вот в чем вот она запачкалась свернули на другую сторону сейчас я все перелываю сверну ее по-другому и у меня вуаля чистая тряпочка можно дальше руки сдуваем куда дальше сосредоточиться и найти я вижу у меня здесь провал так вот еще тут вот вот тут сейчас у нас лепесток максимально светлый белый пока мы не используем так вот я вижу успевает а больше никто не успевает вы все молчите у меня что-нибудь вот если вы успеваете плюсик если не успеваете минус а я пока буду затемнять мусор вот вот я пробую какие у меня мелкие здесь удобно что этот не годится он слишком такой невнятный да какой-то темно-оранжевый если присоединиться на референсе здесь очень большая разница будет между тем что дальше там я вот так возьму конечно левой рукой не мастер рисовать но немножко можно чтобы было и вот мы растушевываем это все дело вот так вот туда где у вас вот как вот идет вот тот лепесточек вот вот так и тушуем и нужно чтобы сейчас зарисовывается это горизонтально мелкие горизонтально если верти то двигайтесь вертикально это бывает всегда заметно на готов у вас допустим не в том направлении да даже растушевка это всегда и создается впечатление что не знаю там не знал или может быть торопился да ну что-то короче какое-то неприятное такое ощущение что так не должно быть а когда вы осознанно все укладываете вот ровно так как оно должно быть это прожилки сами собой появились они здесь будут этим самым так сейчас я хочу добавить вот сюда немножко оранжевого чтобы отделить покраснее который оранжевый чуть-чуть чтобы связать оранжевый этот чаще всего вот в рисовании там листвы лепестков мы наблюдаем следующее вот когда солнце светит прямо на листочек цвет эти места они как бы более с холодным оттенком вот я тут немножко затерла сейчас я верну на место вот этот розовый вот а те места которые печи вают ну допустим вот смотрите вы надеясь снизу вот она просвечивает лепесточки эти листочки вот они тепленькие такие прямо желто-зеленые наверное многие замечали сейчас если вызовут в себе воспоминания летние то действительно мне кажется что они тепленькие вот оно всегда действует вы смотрите вот у вас цветочек вот он здесь должен быть более теплым чем вот в тех местах где он отражает то есть например отражает а вот это просвечивает и более теплым чем это теперь у нас осталось пройтись потом очень светлым вот здесь я дырочку закрываю старайтесь чтобы у вас не оставалось каких-то вот вот на черном простительно если у вас бумага останется видна где-то ну такие как точечки да а вот на розочке это нехорошо будет выглядеть давайте вот это заровняем когда вот края у вас спасибо вера когда у вас вот такие края что нужно как бы четко но немножечко сделать не такой резкий край то кладете и ведете раз и ведете если нужно вот так сделать только строго по форме края вот этого вот вы не смешивайте вот так когда вы делаете нужно когда то есть опять же мы соблюдаем форму обязательно тоже 9 час прям идет поэтому мы с вами ускоряться будем чтобы успеть фон вы дорисуете я вам покажу как его основные движения сделать вокруг цветка а все остальное вы успеете позже ничего нету там уже будете знать в какую сторону двигаться я немножко высветляю сейчас этим же розовым мелком я хочу высветлить немножко вот эту часть чтобы разделить лепестки друг от друга я просто вы которые как бы больше оттопырены к нам они светятся вот шарик например он же светится не весь отражает цвет у него есть блик да есть там полутень вот поэтому представим что вот у нас сток и вот здесь у него верх а вот тут он постепенно как бы скатывается туда вниз и вот туда мы уже не рисуем рисуем вот самое светлое только вот здесь вот самые-самые выпуклые части вот здесь просто уже мелочком здесь растушевывать ничего не надо сейчас я возьму у меня это флюорист вы можете сделать есть может быть чуть-чуть твердым каким-нибудь белым да вот покажу просто как здесь в центре тут темно у розочки поэтому тут очень светло делать не надо мы просто показываем там в лепесточках есть определенные такие вот тоже вершинки показываем вот я сбоку как бы провожу почему сбоку потому что вот считаем что вот у нас вот это вот это как раз поверхность загнутая и не отражает свет краешек нам нужно сжигнуть сами краешки в какой-то выпуклой их части и вот восстанавливаем более ярким двигаемся так белым вот я положу тогда оранжевый пусть он тут не могу подряд зарисовывать белым берем вот какие-то вот эти блестящие места и в контуры намекаем что вот здесь вот тут где-то проходит какой-то контур да ну давайте его я притоп как бы вот поставила и к себе поставила и к себе только это дело быстро и это получается как топ 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 в уроке ласточки вот который будет вам доступен сегодня если вы соберетесь что-нибудь для себя приобрести я подробно разбираю как рисовать белые цветы белорозовые это цветы вишни вот скоро уже весна все зацветет будет эта красота глухать вот я разбираю как их сделать так чтобы такие цветочки затененные и чтобы они не потеряли свои белизы то есть ощущение что это белый цветок для демонстрации я возьму здесь для больших мест я возьму шминки это мягкий мелок и его надо использовать аккуратно я беру также плашмя кладу вот видите он прям вот как будто до сих пор белого здесь не было хотя белый был вот твердый мелок пишет как белым и вот как белый мягкий пишет белым прям две разные как говорят в Одессе две большие разницы вот и мы вот теперь вот этим светом видите я просто отделяю очередной лепесточек вот его тут не было а сейчас раз и появился а основная масса вот такая вот розоватая вот она здесь вот здесь какой-то лепесточек должен быть вот мы видим что тут пустое место значит мы его сюда добавляем вот здесь я белым выделять не стану мне нужно будет обойти это место если посмотрим на референс у нас тут не хватает немножко сейчас я добавлю оранжево наверное здесь нам надо завершить вот этот темный чтобы у нас пошел объем если мы здесь оставим светлый не доделаем до конца да вот эти углубления то у нас тогда объема не получится сейчас надо будет рисовать очень быстро линию растушевываем вообще пастель бояться не стоит она всегда может быть исправ а плюс тачки еще знаете в чем здравствуйте Галина что ее можно вот она водостойкая ее можно идти помыть но не получилось не получилось помыли сделали заново вообще проблем нет вот очень не все абразивные бумаги вот художественные именно могут этим похвастаться вот например пастелмат бумага может этим похвастаться спокойно то есть ее можно не мыть не знаю но там если вы мокрой кисточкой ее будете елозить да протирать ничего не будет можно даже делать аквариум подмалевки спокойно то есть нижний слой рисовать акварелью я здесь немножко затеню наверное вот возьму который у нас разбеленный так вот чуть-чуть вот как не растушевываем здесь у нас места здесь просто притопали вот так и потом твердым восстановлю вот здесь контур чуть-чуть вот вот о чем это я запустила тогда скажу еще про уроки вообще я только недавно начала записывать уроки еще много чего впереди поэтому те кто уже начал и продолжающий но не начинающий уже им тоже будет интересно я готовлю большую серию уроков по как раз летним темам все что нас окружает потому что я вот писала недавно в своем посте в инстаграме что вот чтобы вы выбрали картина без белой шминки нечего делать да нет есть чего если не ложится ваша пастель поверх вот слоя вы вот вытащите вот тот слой немножечко там где у вас должен быть белый сдуйте у вас получится и потом туда положите вашу обычную белую какая у вас имеется видите ярко вуаля и немножко растушуйте его чтобы оно ровно было то есть без шминки можно жить на самом деле просто с ним более комфортно вот так что вот я твердый работаю пожалуйста по по слою вот что например вот купили вы картинку да но чаще всего люди очень любят экономить поэтому они покупают репродукции повесили да ну два-три дня вы на нее смотрели вам приятно что она красивая или вам кто-то подарил да ну хорошо вот представьте если на стене у вас висит например в зале висит картинка которую вы сами сделали причем и вам прям нравится как да и вот кто к вам приходит ваши друзья знакомые им тоже нравится то есть реально вот вы и прям постарались и она прям такая вот очень красивая очень здоровская так сделала да вот представляете какая отдача вам от вашего этого труда то есть потратили вы там час-полтора да сделали картинку а сколько радости и счастья она приносит тем что вы-то молодец как вы постарались вы же такое совершили что да вот допустим офисный работник я вот сама офисный работник поэтому не считайте что это какой-то там обиды или что-то нет я все это мирно говорю лет в офисе проработала как бы и сейчас являюсь вот многие просто ну как бы забыли о том что они в детстве что-то рисовали да и хочется иногда отвлечься от действительности там допустим бывает такое что работе очень много каких-то задач приходится решать что голова хочется закрыть дверь и забыть про это и чем-то и посмотреть какой-нибудь рабыню из ауру да ну я так образно возьмите порисуйте это настолько приятная задача не ставьте себе цели сделать шедевр вот это вот самое страшное потому что даже я этого если я сажусь мыслью что вот я сейчас сделаю надо чтобы было обязательно даже вот в таких вот вещах как вот вебинар да знаете как страшно вот что не получится надо собрать вот и поставить это цель вот может она эта задача убить даже вот в мастере который уже знаете собаку съел на этом деле он может просто убить все потому что вот смотришь что они случаются вот все плохо у меня руки не такие как надо яй-яй пойду чай попью сходите пейте возвращайтесь не делайте шедевров делайте в удовольствие если вам нравится вот точно получится если видите что не нравится ну отложите на какое-то время пока не понравится именно в удовольствии надо работать поэтому я вот например не рисую то что мне не приносит кому-то нравится допустим рисовать там какие-то индустриные объекты какие-то роботов часто вижу там допустим у меня есть которые вот специализируются на персонажах там так далее вот реально ребята получают это просто они вот да они вот прям персонажи заглядения как получаются а я не могу такое делать для меня это не удовольствие для меня удовольствие вот передать природу какая она есть вот есть такой цветок вот его бог таким сон вот он красивый куда еще придумывать ему там работа начинку да и зачем я его изображу таким какой он родился животных точно так же мне очень нравятся животные такие какие они есть ну конечно я не говорю сейчас каких-нибудь там не знаю даже хамелеон он и то красивый да при всей своей пучкой апатичная зверушка я которую не дай бог встретиться да уже красиво на фотографиях то они вообще милашки вот и как художник я смотрю они вы хотите изобразить я рисую это с удовольствием поэтому работы получаются именно удаются и зритель вот когда вы делаете что-то с таким удовольствием он тоже ловит это удовольствие он ловит ощущение он чувствует это все потому что вы вложили вот я сейчас беру вот так вот и сразу три линии смазываю вот уход и стой у меня ничего никуда не ушло все на месте главное пальцы протирать как по форме работаем сейчас уже надо с розочкой заканчивать у нас осталось 20 30 минут примерно поэтому мы сейчас быстренько вот так вот сейчас здесь внизу я прям очень-очень быстро делаю то же самое я раскладываю чем дальше туда у розочки этот лепесток тем он темнее можно прям туда даже тоже бордовую но только чуть-чуть вот этого подложить немножечко сейчас мы с вами очень-очень так в лед все это закончим и перейдем к листве ой к листве ну да к листочкам к бутонам бутоны рисовать очень просто на самом деле если вы где-то ошиблись ничего страшного вы так вот стираете это все как бы лишнее да тем цветом который у вас там был просто сверху накладывайте небольшой слой но без нажатия и у вас все исправляется так здесь надо сейчас вот ополщение вот такое варьируйте ваше нажатие так чтобы у вас было то бледненькое то бледненькое прям такое явное там посочнее нажмите сильнее и у вас будет прям такой оттенок чтобы создать вот приход светотельный тушуете нибудь и вот у вас допустим зимние яркие вот я сейчас и вот сюда потому что у них прям вот свет напрямую вот и пусть они здесь будут вот видите лепесток вперед это основное такое правило их оттуда вытаскивать из глубины и как создать вот эту вот форму у розы сейчас я вот здесь буквально вот чуть-чуть добавлю уже очень тороплюсь чтобы мы с вами все успели с этим соединяем это тень от лепестка падает понятно это тень а сначала было непонятно что-то там пастельный рисунок акварель которую вот допустим в классической живописи от общего к часу сейчас отвечу про тона вот здесь рисунок пастели может выглядеть достаточно такой неказистый сначала кусочками какой-то весь а потом раз и он собрался значит так насчет тонов в тенях старайтесь не использовать цвета противоположные допустим ну и черный почему потому что черный вам добавит грязи в любом случае серый да какой-то темный холодный серый сюда не используйте если вы видите наверняка он будет какой-то фиолетовый да то есть в тенях вот у красных цветов у розовых цветов вернее тени будут фиолетовые да с розоватым оттенком у красных цветов это будут бордовые такие не старайтесь сюда намешивать очень много то есть видите вот у меня вот да вот вот чем мы рисуем это все буквально вот один цвет размазанный в разные стороны вот один более красный один более оранжевый да вот розовый сюда же белый и бордовый да вот вот все весь наш арсенал то есть можно сказать так если прищуриться посмотреть сказать а где-то все оранжевые да или там все красные вот я не подмешиваю сюда каких-то еще оттенков лишних кладу сюда коричневатых вот допустим красно-коричневые это у меня на ой видео зависло простите пожалуйста вот я не кладу туда каких-то коричневых чтобы не затемнить и не запачкать общий цвет сейчас пока устраняем неполадку с камерой со второй мы с вами продолжаем дорисовывайте ваши складочки на розе и мы переходим к бутонам раскрасим мы сразу будем красить несколько бутонов чтобы ускорить процесс сейчас я немножко перемещу свою пастырку так чтобы было удобно мне пользоваться поскольку работа пойдет дальше на другом участке так в бутонах мы будем использовать все те же оттенки только будет их меньше мы с вами выберем значит так белого там уже почти не будет наверное мы его сразу уберем можете его пока вот в отдельное блюдечко сложить чтобы вот на рабочем месте не занимал место бордового там не будет значит так там остаются флуоресцентного оранжевого там тоже не будет остается светло-розовый буквально значит 3-4 мелка все не больше если будет больше вы просто запутаетесь оставьте себе темно-оранжевый потом красно-коричневый который у вас был вот такой вот где мы в розе его использовали в серединке потом оставьте себе так цвет светлый такой вот как не знаю сказать но как помадка да только очень светлый вот он у нас тут тоже был использован но можно вообще-то вместо красного давайте тогда оранжевый оставим и красным берем чем меньше тем лучше вот я убираю пепельный оранжевый ой розовый извините так вот эту помадку вот я убираю при белый можно оставить так сейчас я отсуммирую камеру так чтобы ой извиняюсь она обратно туго идет вот так вот так чтобы было видно эти бутоны. Так. Куда, куда, куда? Сейчас не буду. Не все влезает. Сейчас я подвину планшет. Это слишком крупно. А, вот все. Так. Сейчас немножко это двину. Вот. Значит, у нас осталось вот совсем немножко. Я прошу всех, кто сегодня рисовал или кто будет завтра рисовать по повтору видео. Завтра будет, я так понимаю, что будет доступен повтор. Пожалуйста, выкладывайте в соцсети с хэштегом вебинар Стяжкина. Если вам, допустим, сомневаетесь, как правильно написать, зайдите в мой инстаграм. Я по фамилии, по своей Екатерине Стяжкина. То есть никаких секретов. Вот. Ну, зайдете в мой инстаграм. Ну, в общем, этот хэштег. Я его сегодня сразу после вебинара создам. Чтобы вам было легче. И мы посмотрим, какая команда из нас, да, что сегодня изобразила. Сегодня и завтра. несколько дней это будет висеть в активном состоянии, что, допустим, еще на выходных дорисует. И соберем такую интересную коллекцию из цветов. Такой розарий свой. Вот. Сейчас я прошу. Это у меня красно-коричневый. Давайте им ставим везде. Вот у вас, где были там наметки, да. Как на цветке распределяется цвет? Самый густой у него будет там, где лепестки кончаются. А самый жиденький оттенок будет внизу. И вот тут я... Умбристый такой оттеночек. Если он у вас есть, то используйте его в самом-самом низу. Вот бутонов. Вот у них это и есть зеленца чуть-чуть. Так, мне сообщают, что батарейка садится в камере очередная. Поэтому сейчас будет замена. И вы будете видеть только мое лицо. Поэтому пока что... Вот вы... Сейчас, секунду, я вам еще покажу. Берете вот средне-оранжевый, да, и наносите вот сюда, в серединку. И таким образом вы прорабатываете все три бутона. Вот этот, вот этот. Здесь у вас вот щелочка одна только видна, он весь закрытый. Так, третий у нас вот здесь. Сейчас я переключу камеру. Вот. Вот. Пока что вы будете видеть мое лицо. Это ненадолго. Скоро мы опять будем видеть цветочки. Значит, вот. Вы пока заполняете ваши цветы по такому принципу, что сверху у них, где пучок завязывается, в самом верху, где вот у вас кончик этой розы, там будет темное. Где он ближе всего к корешку своему, там будет светлое. Он почти там до бледно-зеленого такого, самое очень светлое. То есть цвет концентрируется на кончике бутона. Заполняйте пока таким образом все бутоны. Вот. Я заполняю пока у себя. И сейчас мы будем очень легко их так прям доделывать. Прям быстро-быстро, чтобы все успеть. Можно добавить туда оранжевый. Ваши эти вот розовые, которые мы с вами оставили, несколько штучек. Но соблюдайте, пожалуйста, направление света. Направление света у нас идет посмотреть на референс, то сверху справа. Вот уже есть, все хорошо. То есть у нас идет свет отсюда-сюда. У бутона такая светлая. Здесь мы его где-то тут использовали. Вот, чуть-чуть растушевали. И в другую сторону нужно оставить темнее. Там вот он закрывается, он как бы туда, в пространство. И он получается такой луковичкой же, да? Вот. И там мы света, там цвет прям густой, концентрированный. Давайте теперь вот в этот. То есть мы взяли, как ускорить работу, да? Не возиться надо одним будет оном. А прям берете мелок и пошли его везде, где надо раскладывать. Вот. Здесь на самом пучочке прям вот сделайте вот такие вот крапинки и немножко прижмите чуть-чуть. Это у нас вот эти завернутые складочки. Листочек там очень, лепесточки прям они свернуты, туго-туго там. Вот здесь немножечко светлого. Всегда смотрите, что у вас в исходнике есть. И, ну, все полностью не повторяйте. Ну, так примерно. Вот принципы, как вот это вот обязательно. Ну, а количество деталей можно смело убавлять или прибавлять. Это уже по задумке рисующего. Вот. Так, значит, сюда небольшую искорку я добавлю. Прям хочется, чтобы... Чуть-чуть. Вот. Все бутоны, которые у нас есть здесь, цветущие, мы нарисовали. Сейчас буквально несколько минут еще у нас есть. Теперь берем, значит, все нам. Вот это красное все не понадобится. Очень быстро меняем. Вот нам нужен коричневый. Нужен теплый зеленый, да? Вот из того, что есть. Нужен... Так, это у меня вот такой насыщенный зеленый. Прямо цвета листьев. Так. И темно-зеленый возьмем. И очень быстро сейчас я вам покажу. Значит, так. Вот это, значит, светлые места. Если смотреть на референс, то видно, где вот прям... Вот задаем себе как бы сразу на всех. Здесь густо не кладем. Видите, я не до конца кладу. Это для того, чтобы у нас было место потом, чтобы сюда что-то еще положить, добавить. Чтобы мы всю бумагу сразу не истратили с вами. Я взяла темный. Провела, объем дала немножечко. Вот здесь вот на чашечке, на этой, на луковище, будет тоже темная. Следующая тоже темная. То есть это в тени у него часть. Там вот лепесток торчащий у розочки есть. Не буду рисовать, наверное, он там один. Он далеко. Вот здесь вот, значит, этим же темным. Аккуратно вот на край, видите, я залезла чуть-чуть. Соблюдайте края всегда. Четкость у них должна быть. Вот. Сейчас мы рисуем вот так. Это теневая часть вот этих элементов. Да, здесь она в тени, потому что тут на розочку падает, вот на этот бутончик падает тень от лепестков главной розы. И заполняем. Но заполняем не все подряд. Мы заполняем, значит, вот смотрите, коричневым, например, да, снизу. Почему? В зеленом, в зеленый цвет очень часто в природе дружат с коричневым. Причем они прям бок о бок находятся. Я сейчас не говорю о том, что там листва и ветки, да, это уже понятно. Я говорю о том, что вот, например, на розах здесь тоже, вот на этом сорте конкретно есть такие прожилки, они фиолетовые, да. И вот если они на солнце фиолетовые, то в тени, вот я сейчас, смотрите, просто беру, да, вот так вот заполняю, получается уже прям как тут и был. Вот я возьму еще средний. Так вот поверну. Видите, я просто вот так вот двигаю, как бы вагончиком, да, таким раз, 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 раз. Вот, можно пройти. Вот у нас уже что-то получается. Здесь немножко подсветлю. То есть на розах они фиолетовые, вот эти вот прожилки здесь находятся у них в корешке. А если посмотреть на них в тени, то этот фиолетовый становится коричневым. Дальше, нижняя часть, вот все, что у нас темное, мы не трогаем вот этим светлым. Вот здесь вот на свету, вот сделаем вот ее светлым. Кончики, кстати, там красненькие. Я предлагаю взять вот который темный, коричневый. Но это у вас потом уже, когда вы будете спокойно рисовать, без спешки. Вот прям кончики поставьте таким. Когда у вас фон ляжет, они будут аккуратно выглядеть. Сейчас надо как-то все успеть. Давайте я вам покажу на одном. Все то же самое делается для остальных. Вот это освещенный, вот этот тоже здесь будет освещенный. Вот мы видим прям его. Вот этот чуть-чуть света. И в основном он такой вот среднего зеленого, лиственного нашего. Здесь вот тоже мы подчеркиваем тень. Вообще, любой объект, который вы рисуете, если вы пытаетесь что-то изобразить природное, либо какие-то там вещи, да, он должен иметь объем. Вот когда вы рисуете пейзаж, все травы должны иметь объем. Пусть даже намек, но вот он должен быть. Не стоит этим пренебрегать. Иначе это будут просто какие-то пунктиры. Вот так и здесь у нас. Мы тут сделаем объем. Вот я взяла сейчас прохладный и просто им вот так вот по краю прошлась. Как бы таким пунктиром, но не везде. Сплошные линии мы не рисуем с вами. Мы не архитекторы, не графики, которые нужно обязательно. Сплошные линии там закладывать. Вот. Просто холодненьким сюда. Вот. Дальше. То, что находится внизу, оно должно быть. Можно туда, кстати, вот подложить черного. Прям вот не бойтесь вот так вот взять. Вот сюда вот черного я бы немножко подложила. Почему? Потому что он очень темный. Здесь вот именно вот вместе. Вот сюда бы буквально вот так легонько и легонько без нажатия бы положила. Чтобы нашу розочку вот так вот примяла бы. И дальше вот эта ножка, она очень темная. Чтобы затемнить ее, нужно подложить черный. Я не заполняю все. Я не хочу забить поры булки, чтобы потом мне никуда было положить пастель. Поэтому не заполняю все. Я просто накладываю вот эти вот заполнения, делаю уже мелками. И не так, чтобы одним там все закрасить. Я оставляю место еще для коричневого сюда. Вот. Можно вот так делать. Просто у меня так вот, если я вот так буду делать, держать, вам не будет видно. Поэтому я держу вот так. Чтобы вам видно было, где я. Ну, что я делаю, да? В основном, конечно, вот так рисовать не очень удобно. Но это для вебинара можно и потерпеть. Поэтому я терплю и нормально. Вот. Вам главное, чтобы видно было все. Чтобы все получилось. Вот. Далее, значит, контуры. Чтобы у нас бутон был объемный, вот этим темно-красным, которым мы... Ой, это очень красный. Сейчас вот красно-коричневый, да? Вот мы вот здесь же делали. Как бы тень на нем задавить. Вот. Вот этого листочка. И немножечко структуру. Вот так вот. Листка. Я бы, наверное, еще добавила. Бордову, что ли. Не хватает прям вот здесь. Вот. Не хватает какой-то тени. Прям вот под самым. Вот у него где есть. Дорабатывать реалистичную картинку можно несколько часов, а то и дней. Поэтому мы с вами таким делом трудным не будем сейчас прям заниматься. В спокойном ритме. Вот. И потом вы свое выложите. Чтобы всем было видно. Теперь смотрите. Еще один момент важный, который я вам очень хочу успеть дать. Вот. Мы прям черным. Вот где у вас светлое, чем светлее у вас объект, тем темнее должен быть фон. Вот прям берете черным. Вот так. Вы не хотите. Вот. Потом ваш черный. Он как бы там растворяется. Аккуратненько прямо все заполняете. Вот так вот. Старайтесь избегать прям линий, чтобы у вас не было четкой линии. Если куда-то заехали, подправьте прям мелочком. Сделайте вид, что так и должно быть. Никто не догадается, что там на самом деле. Вот. Уже только потом у вас будут какие-то добавки вот там вот цвета. Берете, значит, вот светлое я положила, да, зеленое. Теперь прям вот темно-зеленым я вожу. Можно использовать изумрудный зеленый. То есть все, что у вас имеется вот из зеленой гаммы, да, но не такое, что вырви глаз, а именно вот, которое подходит сюда. Вот то, что мы сначала выбрали. Вот. Вы это как бы разреживаете так, чтобы он у вас был не прям такой глухой черный, а именно вот темный, но такой приятный. Вот. Собственно, самое важное. Сплющили мы с вами в два часа. Вот смотрите, вот здесь он очень темная веточка, поэтому здесь уже не будет этой черноты. И поэтому здесь я спускаюсь уже, вот, может быть, даже вот в такой вот светлый, да. То есть я уже работаю с светлой гаммой. У нас всегда должен соблюдаться контраст. Если объект темный, значит фон светлый. Если объект светлеет, значит фон темнеет. Это прям вот обязательно. Постепенно соединяйте их между собой, чтобы фон у вас не был какими-то там кусочками, да. Вот прям вот его. И прям вот такими мазками, вот так вот в разные стороны вы соединяете. Время неумолимо от конца. Как жаль. Два часа все-таки для рисования это маловато. Еще раз напоминаю тем, кто начинающий. Вы не теряетесь, вы обращаетесь. Я всегда готова ответить на вопросы. То есть в соцсетях я есть во всех. Красивая зелень, хорошие фирмы могут выпускать. Ну, да, Рембрандт хорошую зелень дает. Но еще есть очень красивые ушминки. Вы знаете, вот это, по-моему, вообще... Это фирма Акваколор. Это наша отечественная пастель. Она достаточно мягкая. И тоже хорошо идет. И там есть такие оттенки приятные. Не сказала бы, чтобы вот прям все супер, но есть. Здесь можно какую-то имитацию листа где-то там изобразить. Как будто там есть лист. И все. Это такой намек останется на листочек. И он будет... Когда вы вот таким образом заполните лист, у вас получится куст. У вас получится... Сейчас минутку я вам покажу, что должно получиться. У меня в более... Вот это рисунок. Я не отходила от заданного изображения. Я просто вот сюда посчитала нужным, чтобы добавить дальние розы цветущие. То есть это вот пастель. Вот вы видите, да? Это рисунок. То есть если сидеть... Вот это я сидела часов, наверное, восемь. Да? Вот просто задалась целью. И до упора, до поздней ночи занималась. Поэтому можно такого результата достичь. В два часа, конечно, это не уложишь. Тут что поделать? Поэтому вашей работе я жду. Жду ваших вопросов. Уже в тех случаях, пожалуйста, вызывайте. Вот. Потому что иногда наталкивают на такие мысли, на решение каких-то вопросов. Даже. Они это задают. Я думаю, надо же, как я об этом раньше не думала. Я нахожу ответ. И, соответственно, им тоже этот ответ сообщаю. И мы находим выход из положения. Вот. По материалам тоже у меня за... Я занимаюсь пастелью конкретно с 2012 года. То есть уже пятый год. И у меня накопилась довольно большая база знаний. Поэтому я всех вас с удовольствием жду. Спрашивайте. Ну, здесь уже сейчас некогда будет спрашивать. Сейчас будет... Скоро. Поэтому задерживаться не будем. А пожалуйста, в любой соцсети ищите Екатерина Стяжкина. Я живу в городе Ешкар-Ала. По России несколько Стяжкиных. Вот кто в Ешкар-Але есть, вот это я. Я тут одна. Поэтому милости просим. Я буду только рада, если у вас будут отличные результаты. Это же так здорово, когда зажигаются новые звезды. Спасибо, Виктория. Здесь на фоне просто вот такими движениями. Ни в коем случае не рисуйте крестики. Никакие не треугольнички. Можете добавить прохладного. Где-то на лист упало солнышко сбоку. И может быть там какой-то прохладный листочек появился. Блеск какой-то. Фон это уже такой совершенно творческий подход к фону. Будет. Здесь вот можно изобразить. Там вот у вас такой листочек еще есть. Это вот тот бутон, который мы просто не успели доделать. С освещенной стороны он всегда будет светлый. А с темной он использует оттенки, чтобы он у вас не потерялся. Был объемный. Каждая деталька должна иметь объем. Независимо от того, насколько хорошо она проработана. То есть можно буквально какими-то очень строгими формами это все рисовать далеко от натуры. Но если там есть объем, оказаться будет, что это прям вообще вот очень красиво будет. Правда. И работа в принципе будет, кажется, законченной. Даже можно так и в рамку. Спасибо, Атеша. Еще я вам такую маленькую хитрость скажу. Оформлять картину в рамы. Я покупаю рамки готовые, которые продаются в фотосалонах. Знаете, такие вот шерпотреб. Но я выбираю красивые. То есть если мне рамка понравилась, то я ее беру. Но в ней всегда стандартный размер. Это, конечно, удобно. Но есть минус. Наши работки не всегда, рисунки бывают такого размера, чтобы они прям подходили под раму. Для этого просто в любой ближайшей багетной мастерской заказывайте паспарту. Это картон, который с окошечком таким. Можно мне паспарту вот здесь где-то лежать? Я вам сейчас покажу. Вы просто накладываете сверху рамку. Минуту. Вот у меня. Это я. То есть у меня есть определенные размеры. Вот. И вы на свою эту работу накладываете вот так вот. И в рамочку вставляете. То есть когда у вас будет готово, любая обычная магазинная рамка, какая вам понравилась, она вот с этим выполнением подойдет к любому формату, что вы там рисуете. Вот это будет... У меня всегда дома есть несколько штук разных. В белом будет смотреться, да? Но не очень. Например, вот этого царя я покажу просто как цвет паспарту на восприятии в картинке. Вот она, видите, немножко... Я еще не подзаказала нужный размер. Вот смотрите, да? В черном. У вас цвет паспарту на восприятии изнутри. Детская красота. Например, вы заказали белое. Картинка стала более контрастная. В черном розы они по-прежнему хороши стали, держатся. Вот. Берем зеленый. Патый такой. Это такой цвет ближе к хаке. Прикладываем. Вот. В этом, мне кажется, она сидит лучше. Сейчас цветопередача немножко искажает цвета. Но... ...очень подходит к этому. Вот. Вы просто приходите в салон со своей работой, делаете заказ на универсальные какие-то цвета. То есть, какой-то серый, допустим, несколько цветок серенького, белого и черного. И все. Считайте, что у вас заготовки на все случаи жизни. Размер окошечек, соответственно, если вы планируете рисовать, на ждать... В своем видео на YouTube говорила, что надо 5 мм вот здесь оставлять с краев. 5 мм вам дают возможность вставить красиво в рамочку, в паспорту ваше. Ничего не покроет. И... ...вас... ...рассказать. Это я расскажу уже... ...краме. Все понятно, чтобы все знали. На YouTube также. Вот. Подпись вы не ставите в край. Вот вы ставите где-нибудь вот здесь. Допустим, да? Там пишите такая-то... ...свою фамилию там или псевдонимку. Кого что. Ну, вот. Ну, здесь не... Сейчас более темную возьму. Не могу. Здесь у меня фиолетовые. Не видно их. Ну, допустим, ставите вы свою подпись. И ставите год, например, 2017. 17, да? Я поставлю просто запятая 17. Апостров. То есть у кого как? Сейчас я затру. Потому что... ...вот. Это для того, чтобы когда вы... Потому что когда вы прикроете паспорту, у вас подпись может оказаться здесь вот, в самом углу. Или может вообще закрыться. Это нехорошо. Подумывайте. Старайтесь сделать так, чтобы с краев ничего не было. Чтобы у вас не получилось, например, вот так, да? Вот видите, у него вот эти вот штучки обрезались. Это не очень. Чтобы он у вас впритык вот не был. Прям вот, знаете, вот так вот, чтобы не был, да? Вот как-то вот так может попасть случайно. Рассчитывайте всегда на центральную область. Вот, наверное, и все. Открывалась буквально пять минут. Я даю слово организатору. Спасибо за шикарную волшебную розу. У меня, к сожалению, камера так быстро не включается. Но я с вами, я наблюдала также. Друзья мои, если вы хотите продолжить обучаться технике пастели, если вам нравится пастель, если вы любите пастель, то, пожалуйста, переходите по баннеру вместе со мной, и я вам покажу, что же нам сегодня предлагает Екатерина. Это видео-мастер-класс «Ласточки на цветущей вишне». Так, я сейчас вам крупно ее открою. Не открылся, да? Сейчас загрузится картинка. И вот таких прекрасных ласточек, такой нежной техники пастельной, вы сможете сотворить по мастер-классу Екатерины. Этот мастер-класс видео продолжительностью два с половиной часа. Соответственно, вы узнаете в нем и о материалах, какие применить в данном мастер-классе, какие нужны пастельные мелки, какую бумагу, как не запутаться в деталях, как передать объем птичек, какие вспомогательные инструменты существуют. Подберете нужные цвета и оттенки, как выделить на первый план птичек и размыть фон, как сделать рисунок вот такого профессионального качества, реалистично изобразить птиц. И Екатерина расскажет свои секретики, как исправить ошибки в пастельном рисунке, если вдруг вы что-то не так нарисовали, вам не нравится и вы хотите поправить. Выбирайте этот мастер-класс. Сегодня он для вас с 50% скидкой. Всего за 1300 рублей вы сможете его сегодня приобрести. Вот крупно, посмотрите, какая красота. Вместо 2600 рублей сегодня за 1300 вы сможете нарисовать вот такую прекрасную пастельную работу. Плюс вам прилагается подарок. Это обзор материалов и инструментов пастелиста. Это то, чем вам необходимо будет работать, если вы хотите работать в технике пастели. Какие лучшие материалы подобрать, какую лучшую бумагу подобрать. Обо всем об этом с профессиональной точки зрения расскажет вам Екатерина. Следующий видео-мастер-класс – это «Кошкина любовь». Вот таких прекрасных кисок. Такую любовь вы сможете также изобразить. Вы узнаете, как нанести предварительный рисунок, с чего начать работу с цветом, с тоном, как нарисовать и прорисовать шерсть на кошечках, как заполнять рисунок штрихами, какие плавные, как переходы можно плавные сделать. Посмотрите, какой плавный фон у картины. Вы также сможете это повторить, создать и использовать в своей работе. Также автор вам расскажет о рисовании с фотографией, какие есть особенности, если вы рисуете картину с фотографией, и как вы сможете удобно хранить свои материалы, удобно хранить посты. Об этом тоже Екатерина затронет. Плюс вам приятный бонус – это 3 месяца сопровождения. После покупки мастер-класса вы сможете изобразить то, что вам предлагается, повторить и попросить у Екатерины комментария, и она вам обязательно-обязательно ответит. Плюс вам подарок также предлагается обзор материалов и инструментов пастелиста. Ну а если вы любите пастель, если вы заразились этим мягким материалом, который вызывает просто неизгладимое впечатление, удовольствие от рисования, то вы приобретаете комплект мастер-классов. Конечно же, он намного выгоднее, если приобретать каждый мастер-класс по отдельности. В данном комплекте вы получите ласточки на цветущей вишни, это «Кошкина любовь», это «Закат на озере». Так, если вот он у меня откроется сейчас, да, вот такой закат вы также сможете изобразить, закат на воде, вы научитесь писать волны, узнаете, как рисовать, писать облака, как создать состояние заката. Обо всем об этом вы узнаете в данном мастер-классе. И, конечно же, вам предлагается преподавательская поддержка. Обязательно. Заказать сегодня данный мастер-комплект, данный комплект вы сможете всего за 1990 рублей вместо 4000, то есть более 50% вы экономите. 100 баллов вам насчитывается за покупку, за данный комплект, и плюсом вы получаете обзор материалов и инструментов пастелиста, который сможете использовать в своей работе, узнать, какие материалы вам понадобятся, какие лучше приобретать материалы и использовать в своих работах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!